Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания, я Тапин Наталья и мой сынок Димочка. Снимаю я это видео не просто там в детской комнате, вы уже поняли, все мы там написаны. Снимаю я ролик, как прошел этот год у нас с зимой и я решила снять сразу же здесь, как я забеременела, как я ходила беременная. Все нюансы я решила снять в одном ролике, потому что, наверное, два разных смысла нет. Если кому-то не интересно, он может перемотать и смотреть там дальше. Начну я с беременности, поскольку беременность у меня вторая, а роды первые. Первая у меня беременность была замерзшая на седьмой недельке после УЗИ. Малыш был очень малюсенький, очень слабенький, он просто умер. Меня послали на УЗИ, я тогда не знала, что УЗИ может убить ребенка. Я была в шоке, я узнала это только на 12 неделя на скрининге УЗИ плюс кровь. Меня пришла, меня посмотрели, сказали, а у вас ребенок гуд. Я говорю, как? Вы только не переживайте, не переживайте, все хорошо, вам нельзя переживать. У меня, конечно, сразу истерика, и поскольку меня смотрела молодая девушка, я ей не поверила. Оттуда я сначала поехала к маме домой, потому что я от нее ехала на метро до скрининга, потому что от нее метро рядом, а от нас было очень далеко, чтобы ни рано не вставать, там в 5 утра и не идти беременной, вот. И, конечно же, чуть сдерживая слез, я добралась до мамы, там у меня сильная истерика была. Я не верила, я не знала, не верила, не знала, что вообще так бывает. Я думала, женщина беременна, если там забеременна, либо выйдешь, либо там дальше продолжается беременность, либо там что-то еще. А что вот так вот бывает, я знать не знала никогда. Конечно, это был для меня очень сильный шок. Вот, я приехала к маме, расплакалась, потом позвонила в свою поликлинику, узнала, когда работает гинеколога, на второй половине я работала. Я дождалась до часа где-то, с часа выехала от мамы, поехала туда. Она сказала, что ну все, иди на чистку. Я говорю, давайте еще раз сделаем УЗИ, потому что там дело молодая девушка, и наверняка она ошиблась что-нибудь, но он же маленький все равно. Потому что на вид этой девушке был, знаете, лет шестнадцать как будто. Там шестнадцать, восемь, ну реально был прям молодой ребенок. Вот. Ну молодая девушка, как ребенок. Да. Да. Скажи, была очень молодая девушка. Хоть ты и не знаешь этого. Что тут уже за границу? Половины деталей уже не хватает. Вот. Ну видите, я сплатила тысячу рублей. Пошла на эту УЗИ снова. Да, она была платная. Там уже женщина старалась за эту тысячу. Смотрела с разных сторон. Смотрела. Смотрела. Нет. Он умер. Я говорю, а можно узнать, когда он умер? Тебе сделали на седьмой неделе УЗИ. И буквально через несколько часов, или как-то так, он уже умер. Все. Вот. То есть даже вот так. Конечно, у меня был сильный шок. У меня также истерика. Я пошла домой, собрала вещи. На следующий день мы с мамой запланировали пойти в пироговку. То есть ложиться в больницу на очистку. Но ночью, поскольку я всю ночь лидала, у меня начались кровотечения. И под утро в 6 утра у меня был выкидыш. В больницу мы все равно поехали, потому что, не знаю, какие-то сгустки в итоге остались. Не помню, сколько я лежала в больнице. Там, кстати, познакомилась с такими же девчонками. Они сказали, что если в начале беременности у кого-то небольшое кровотечение, то есть кровь текет, то это очень плохо. Нужно сразу обращаться. Но у меня вообще ничего не было. Вот. И потом я пришла к гинекологу. Она сказала, что через 3 месяца я могу начинать снова беременеть. То, что, как сказали там врачи, ждать полгода. Ждать год или даже 2 года. Только через это время можно начинать беременеть. Иначе, если ты забеременеешь раньше, то история может повториться. Ну, поскольку мне уже было почти по 30 лет. 29 лет мне на тот момент было. Она сказала, что яичники у тебя уже высыхают. И нужно как можно быстрее тебе забеременеть. Иначе потом будет уже сложно. Вот. Что ж ты все разбираешь-то, Дима? То ты бегаешь, играешь, а сегодня вот ты прям разбираешь все. Вот. Ну, мы подождались с мужем 3 месяца. Поехали на море. И где-то на четвертый месяц вот ожидания мы начали снова стараться забеременеть. И после Сочи через месяц я оказалась снова беременна. Беременна уже Димочкой. Конечно, у меня уже был очень сильный страх, что я могу и этого ребенка потерять. Дима. Ну, ты что делаешь? У них и лошадь нету, что ли? А мне потом все собирать дай. На тебе, вот смотри. Ай-яй-яй. Я пришла на пятой неделе, я прибежала к гинекологу к тому же самому. Вот уже испугавшись, что я могу потерять и этого ребенка. Единственный первый вопрос ее был. Вы что хотите сделать аборт? А, нет. Вы будете делать аборт? Я говорю, что вы? Нет. Говорю, мне нужен ребенок. Мы с мужем так старались. Говорю, это вторая моя беременность. Говорю, вы что? А-а-а. Ну иди на УЗИ. А, нет-нет. Сначала она меня посмотрела. Она посмотрела, пощупала. Говорит, знаешь, ты беременна? Но не беременна. Короче, вот так. Говорит, ну там как бы плодовое яичко есть, а малыша там нет внутри. Говорит, иди на УЗИ. Я в штеке опять. Что ж такое? Иду на УЗИ. Оплачиваю опять тысячу рублей. Последний, который я приготовила для витаминов и левитов. Для беременных. Вот. Ай, как скользко. Падает, да. Ай, как скользко. Вот. И оплачиваю. Она смотрит, да, действительно, на пятую неделю. Как бы плодовое яичко есть, а малыша вообще нет. Сказала, все, срочно иди на очистку. Чем быстрее очистишься, там очистишь все вот это, тем быстрее сможешь забеременеть и уже родить. Вот. Я в истерике. Нет, говорю, я не пойду на очистку. Она, ну ладно. Уговаривала, уговаривала. Ладно, говорит, на восьмой неделе придешь вроде и это. Посмотрим снова. Я говорю, давайте лучше на седьмой, потому что та беременность была на седьмой. И это я решила на седьмой, чтобы сравнить на сколько вырос ребенок. Каких размеров он должен быть. Вот. То есть на седьмой, то есть первая беременность на седьмой неделе он был 7 мм. Мне было интересно, насколько же вырастет этот ребенок, вообще вырастет он или нет. Вот. Чтобы тоже для себя понять, что тот ребенок, наверное, был совсем слабеньким и валюсеньким. Что так произошло. Сил не было там, может быть, что-то. Не знаю. Ну ладно. Я, конечно, в истерике пришла домой. Муж успокаивал. Вот. Мы снова собрали, наскребли денег на левит. Там где-то около 600 рублей было это. Купили левит. И в этот же день я начала его пить. Вот. То есть с пятой недели по седьмой я пила. То есть это две недели. Вот. Две недели я пила. И с седьмой недели я прихожу снова к гинекологу. А нет. И гинекологу на УЗИ я сразу пошла. Она, значит, посмотрела. Ребенок появился. Вот. Малыш появился. И он размером был на седьмой неделе 16 миллиметров. Она сказала, что у меня не седьмая неделя. А дальше девятая, десятая, там где-то одиннадцатая неделя беременности. Я говорю, ну я же не могла забеременеть до месячных. Говорит, так же невозможно. Правильно. Ну не знаю. Не знаю. Но у тебя не седьмая неделя явно. Вот. Но она сказала, что такое очень бывает редко. То, что на пятой неделе сначала нет малыша, а потом появляется. Вот. Всю беременность я, то есть, а, на седьмой неделе мне сделали. На двенадцатой я пришла на скрининг. На скрининг у меня сразу был самый первый вопрос, когда я легла. Он жив? Мне сказали жив. Уже была другая, более такая опытная. Вот. Такая уже более взрослая там. Вот. Я думаю, ну слава Богу, хорошо. Я, правда, такая уже счастливая. Звоню маме. Мам, он жив, все хорошо. Он говорит, да жив, жив. Он у тебя будет жив. Вот. Конечно, всю беременность, если честно, было очень страшно, что я могу потерять и этого ребенка, что что-то произошло в прошлый раз, причем было неизвестно, что произошло в прошлый раз. Там то ли витамины, как я потом уже читала, то если йода не хватает малышу, то может что-то произойти, если там что-то еще не хватает. К маме пришел. Иди дальше теперь. Садись туда. И сиди. Ну, ну. Пошел? Пошел. 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 Вот. И, конечно, было все это очень страшно. Я все время прислушалась к своим ощущениям, когда он начал двигаться, когда появились первые движения, если он, допустим, целый день не двигается, мне было уже страшно. Я включала музыку. И он начинал там на какой-то, блин, я даже не помню, на какой-то недельке, но он отбивал ножкой вот так. Вот у меня там где-то внизу, где-то около низу живота мне отбивал ножкой под музыку. Вот. Я начала включать музыку, чтобы узнать вообще все ли с ним там в порядке. Было очень страшно на самом деле. Очень. Сейчас ты упадешь. Я тебе говорю упадешь. Перешагивай. 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 Вот. И потом, кстати, я вам в конце покажу эти фотографии, какая я была беременная, какой у меня живот был. Потому что у меня живот был просто веганский. Он просто был огромный. Он был большой даже не из-за того, что я, допустим, много кушала. Я кушала нормально, я кушала не так уж прям много. Ну, не знаю, он был большим. Он был очень большим. Меня на улице, люди на улице просто шарахались. Некоторые обзывали. Ну, пытались обозвать, тыкнуть пальцем. Это было все очень обидно было. То есть, муж даже не перестал выпускать одну. Потому что мне тоже было это все обидно. Я же в принципе не виновата, что у меня такой живот большой. Некоторые люди спрашивали, подходили, у вас что, тройня? Я говорю, да, у меня тройня. Иногда говорю, там нет один. Первое время говорил, нет один. Потом мне надоело, говорю, да, у меня тройня. Да, у меня там четверо. Потому что просто начинала доставать это. По счету, какая тебе разница, сколько там у этой девушки будет детей. Там на самом деле рос один Димочка. Некоторые даже мои родственники не верили. Потому что там один Дима. Может быть там за Димой спрятался еще кто-нибудь. Живот был довольно большим. Да, родители думали, что может быть где-то еще один ребенок. Потому что с таким животом ходят только двойня обычно, тройня. Большой стал уже, где-то с шестого месяца началось он сильно расти. Вот родился Дима. Дима родился очень такой большой, естественно, пухленький. Вес его был 4620. Рост 56 сантиметров. Родился такие огромные щечки, губки такие. Прям вообще такой пухленький. То есть он родился как месячный малыш уже был по размерам. У всех там лежат такие маленькие-маленькие кулечки. А он такой уже большой. Такой у него тут ручки такие толстенькие, ножки толстенькие. Такие вообще классный такой малыш. Вот. И начнем дальше продолжим уже про малыша. Вот. Полежали у меня в роддоме 4 дня. Потом Диму отправили в больницу. Сказали то, что... Ну мне предложили, давайте Диму отправим в больницу. Для поиска новых заболеваний. Мне так сказали. Ну я подумала, ладно, сейчас здоровые дети не рождаются. Пускай его там исследуют. Все такое. Ну ладно, давайте. Лежала в пироговке в 21 отделении. Вот. Его отправили. Я вернулась домой. Помылась там. Мне делали сюда кесарево. Кесарево, кстати, очень тяжело. Очень болело мне живота. Вот шов этот очень сильно болел. Да. Было очень тяжело вставать. Очень тяжело было вставать. Вот. Вставать было, знаете, как будто вот живот прям просто ножом режет. Очень было тяжело. Причем я до родов насчиталась отзыв, что кесарево это супер. Потом кесарево девчонки уже там чуть не бегают. Я думала, ну ладно, наверное технология взошла вперед. И действительно уже так маленький-маленький совсем разрезик там делают. И как-то там вытаскивают. Ну не знаю. Те девчонки, которые вместе со мной лежали, которым делали кесарево. Они тоже очень тяжело вставали. Причем еще кровать была довольно высокая. И когда встаешь, ногой не дотрагиваешься. Ну сложно дотронуться до полу ногой. Потому что она очень высоко. Все время хотела, когда я лежала, какую-то веревку. Чтобы вот так руками по веревке подниматься. Или какую-то руку помощи. Когда я помню ходила, мне шов мазали зеленкой. Там лягу я, мне помажу. Мне подали руку девушке. А мне приходилось самой как-то вставать, горячить. Причем была адская сильная боль. Я думала, что у меня шов просто разойдется. И плюс к этому еще на меня кричали, мол, ты неправильно встаешь. Я говорю, а как я должна встать? У вас тут в конце ног стоят какие-то колымаги. Которые вот эти делают. Система вот делают. Ее вешают. Такие железные штуки. Они стоят в конце ног. И я не могу ни ногу опустить, потому что они мешают мне. И как бы я не могу из-за них встать нормально. То есть чтобы мне опустить ногу, мне надо еще как-то поднять. Ну короче, вообще это очень сложно. Оттуда было вставать. Я говорю, давайте вы мне сидя помажете полулежа. Говорит, нет, ложись, встанешь. Ничего страшного. И каждый раз из-за этого были очень кошмары. Я вставала с трудом. Димочка уехала в больницу. В детскую больницу на Московском шоссе. Возле Революционной. Где-то там. Смутно помню. Больница, конечно, честно говоря, ужасная. Сначала туда позвонила свекровь. Спросила, можно навестить ли малыша. Они с мужем уехали. Я в этот момент дома приняла душ. Потому что 4 дня в роддоме. И у меня так не получилось принять душ. Постоянно были очереди большие. Поскольку душ там, по-моему, один только. Все время там заперто. Как я помню, не идешь. Причем находился рядом с душем. Вот я помню, выходишь из коридора. Очередь. Ладно, пойду посижу. Сидишь, сидишь, сидишь. Опять идешь. С трудом таким доползаешь. Опять до этого душ. Опять очередь. Блин, ну ладно. Ночью приму. Ночью встала. Прихожу. А, стоит один человек. Ну ладно. Постою. Стою. Стою. Моется. У меня так и не получилось. Потом я уже просто плюнула. Думала. Ладно. Я лучше домой приеду. Дома приму душ. Потому что там я еще боялась, что я могу зацепить грибок в этом душе. Там или вот что-то такое. В принципе не было настолько жарко. Вот. Но, кстати, самое интересное то, что этот роддом с виду, знаете, такой вот маленький, компактный домик. Такой малюсенький, небольшой он. Вот. Прям, знаете, так обходишь. Нормально. Очень быстро. Но, когда оказываешься в этом доме внутри, то он вообще кажется таким гигантским домом. Вот, знаете, от одного окна. То есть коридор вот длинный до другого. Я не знаю. Я очень долго шла. Я очень долго шла. Не знаю. Такой огромный дом. Причем там палаты были. Ну, у нас тут было шесть человек. А некоторые были палаты там по десять человек. Были даже двухкомнатные палаты. То есть там вообще были просто гигантские палаты. Там лежало очень-очень-очень много девочек с детьми. Там постоянно рев, клик. Вроде один ребенок уснем, второй начинает орать. Третий его там, знаете, так как-то подскакивает. И начинает тоже кричать. Четвертый, пятый. Там вообще просто хор. Ну, в принципе, это каждая беременная переживает. В этом нет ничего страшного. Как бы да, это сложно. Но когда приезжает домой, становится уже легче. Вот. Поехали Морису и Кровь навестить ребенка. Поскольку они позвонили и сказали, что можно. Их не пустили. Сказали, что только мама может приехать навестить. И лучше всего маме там приехать. И ухаживать за ребенком, пока его будут лечить. От чего его там будут лечить, я не знала. Вот. Мне никто ничего не говорил. Вот. Потом, значит, на следующий день я собралась. Подъехать навестить ребенка. Приехали. Меня тоже не пустили. Даже увидеть ребенка не дали. Да. Малышу не пустили. Вот. Увидеть даже не дали. Сказали, чтобы я собрала все вещи и приехала. И здесь уже находилась, ухаживала за ребенком. Вот. Встретила меня там такая добрая, довольная женщина. Улыбчивая такая. Все. Рассказала. Я тебе все покажу. Приезжай. Ну, я приехала домой уже. Поскольку был... Пока мы доехали, уже был немножко вечер. Решили с мужем, что я поеду на следующий день с утра. Туда. Пока я... Как раз я... А! Я как раз начала собирать сумки. Уже там наступил поздний вечер. Чего-то до восьми почти собирала. Вот. Мы на следующий день с утра где-то к обеду ближе. Поехали. Вот. Я приехала. Она меня уже встретила не такая добрая она уже была. Ничего мне толком не объяснила. Объясняли мне уже девочки, которые там были. А, причем, когда я туда приехала, там были боксы. И там было с одной стороны видно, что там якобы лежит одна девочка с ребенком. Я спросила, там лежит в боксе одна девочка. Она говорит, да. Там одна лежит. Там все есть. Что-то в боксе раковина есть. То есть бегать не надо. Туалет где-то рядышком. А, душ тоже я видела где-то рядышком. Вот. Ну и все. Я так подумала, что я буду лежать одна с ребенком. Ну или максимум будет еще одна девочка. В итоге я приезжаю. У нас четыре девочки в комнате. Причем маленькая комната. То есть вот тут у Димы довольно большая комната. А там наверное... Блин, отсюда вы конечно не увидите. Там... Блин, ну она наверное... Она больше узкая, но где-то чуть меньше десяти квадратных метров. То есть там вот знаете, вот в кровати вот так стояла моя. Тут девочкина моя. Ой, господи. Возле окна у меня укладка, слава богу, была. То есть у меня хоть дуло немножечко. Более-менее все нормально. То есть моя. Тут девочкина. Тут еще вот так девочкина. И с той стороны девочкина. То есть был вот маленький вот посередине кружочек. Возле раковины. Раковина была. И все. И там даже расходиться, больно пройтись вообще негде было. Ну как в тюрьме наверное. Вот. Выходить из бокса нам было запрещено. Потом уже там позже. Я уже позже узнала, что запрещено выходить из бокса. Выходить в туалет из бокса. Ходить мы в боксе должны быть в определенной одежде. То есть тут мы ходим в определенной одежде. Туда если мы выходим за бокс. Там должна быть другая одежда. Которую там допустим мы ходим в боксе. В трусах майки например. Вот. То есть туда выходим мы. И там одеваем какие-то штаны. И идем дальше. Но выходить нам было запрещено. Постоянно ругали. Постоянно заходили. Проверяли. Чем мы занимаемся. Вот. Так же детей кормить через каждые три часа. То есть там режим. Двенадцать часов дня. Три. Шесть. Девять. Снова двенадцать ночи. Три часа ночи. Шесть утра. И то есть вот так вот. Или там снова девять утра. Три часа. То есть если ты ребенка. Кто-то грудью кормит раньше. И там допустим проверяющая. Зашла и это увидела. И ее ругают. Вот. Но. Поскольку у меня. Молока практически не было. Он. Дима у меня сидел на смеси. Как бы мне было немножко полегче. Но. А. Когда я приехала. Он очень сильно плакал. Он был голодный. То есть он привык как там. А. Пока. У меня в пузике он жил. Он кушал. Часто. То есть. Ну. Когда захотелось ему. Еда поступала. А тут надо терпеть. И. Потом. Я уже позже. Уже об этом узнала. Я думала. Пока меня нет. Пока я нахожусь дома. За ним ухаживать. Я думала. А там за детьми не ухаживают. Вот. Это вот. Меня больше всего убило. Он лежал практически голодный. Мне еще девчонки рассказали. Лежал голодный. Вот. Он себя орал. Просто невозможно как. Вот. Его успокаивало. Только соска. Конечно. Чтобы я все это знала. Я бы. Приехала сразу. После роддома. Даже. Может быть не заезжая домой. Сразу бы туда поехала. И. Естественно. Ему не меняли памперс. У него попа была вся красная. Мне говорили. Нужно мазать попу. Какой то там. Синюшкой. Там. Который. Мазали. Всем детям мазали. И из этой же баночки. Я должна была мазать своему ребенку. Ну. Что-то я там. Два раза помазала. Мне это не понравилось. Ну. Как так. Оттуда выберут. То есть. Мажу другому ребенку. А вдруг там. У другого ребенка гныничок. Какой нибудь. Она опять засовывает в эту баночку. Другая там берет. Ну. Не знаю. Это все равно. Что. Там. Пять человек будут носить одни и те же трусы. У меня это одно и то же. Я не стала больше мазать. Я мазала. По-моему. Бебантенном. По-моему. Мазала. Да. Посыпочка. А. Посыпочка. Бебантен. Вот. Потом я узнала. Что можно чередовать. Плюс посыпка. Вот. Вот. Что ж ты прямо бегаешь. И бегает. И бегает. И бегает. И ходит. Уже сам ходит. Вот в инстаграме. Можете увидеть. Я ролик там отправила. Как он ходит сам. Я радость. Иди хоть покажи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уйдите. Сиди. Посиди сам. Что ты со мной не хочешь сидеть. Вот. Пролежала я там. Блин. Сколько же я там лежала? Больше семи дней. Дней десять наверное. Да, наверное так вот. Где-то дней десять. Плюс вообще никак не высыпаешься. Не высыпаешься. В первые дни я просто была в истерике. Звонила маме. Говорила, мам зачем все это? Мама говорит, нет, нет, полежи, полежи. Диму полечит. От чего я лечу? Дети лежат. Либо с желтухой, либо с гематомами. После родов за голову потянули. У них там большая шишка. Ну а мы-то с чем лежим? У вас ни того ни другого нет. Нет, нет, а то потом ляжете. Потом же тебе не хочется ложиться? Вроде полежи, полежи. Ну ладно, я маму слушала, лежала. Потом я как-то к этому всему привыкла. Хотя там постоянно тыкали. Постоянно там, знаете, как хочется кушать. Пытаешься на завтрак пойти успеть покушать. В итоге не успеваешь. Потому что с утра обход. У нас получалось в 9 часов завтрак. И в 9 часов обход. И врач на обход будто специально опаздывала. То есть как бы обход. Ждешь, что сейчас тебе скажут. Все, выписывайтесь. То есть я ждала вот этого. И поэтому не шли на завтрак. Дима, ну что за безобразие. Вот поэтому на завтрак мы опаздывали. Не ходили в основном. И там ждали всего полчаса. Она как назло врач опаздывала на полчаса. Приходила, ругала постоянно. Что тут это не так. Это не так. Врач был как бы не старый. Старый не скажу. Лет под 50 с лишним. У нее очень много пациентов. Поэтому конечно она может быть путается уже. Извинять ты зачем? Э! Что переломаешь мне сейчас? Гипотатан зачем сломался? На! Вот! Она приходила. Вот. Вы должны мазать ребенку копку цинковую мазь. Я думала какое-то название уже больно. Цинковая мазь. Мне как-то цинк с каким-то металлом сравнился. Вот. Я не стала ее покупать. А следующий день она приходит. А вот что? Попа Бибантена не мажет? Я говорю. А вы ничего не говорили? Нет! Она сразу начинает кричать. Нет! Я тебе говорила! Бибантена! Мне сказали цинковую мазь. Нет! Я тебе такого не... Ну не очень много. Конечно было там девочек. Которых она смотрела. Ну конечно она уже просто не помнит. Кому что? Кому она говорила. Ну как бы так. Из-за этого я очень сильно в истерике тоже была. Было неприятно такое отношение. То, что ко мне так вот относятся. Дима. Что ж ты ее носишь-то теперь? Вот. Но... Там пролежали мы сколько-то. А, нам сказали то, что в понедельник меня будут выписывать. А, нет. Да, она с пятницы в пятницу. Она сказала, что в понедельник меня будет уже выписывать. Я обрадовалась. Все эти выходные с трудом просто дождала. А, пока мы лежали, нам кололи какое-то лекарство. Короче оно для женщин от... Господи. От какого-то заболевания. Но потом я узнала, что это какие-то витамины, которые детям помогают там что-то делать. И делали нам электрофорез. Что такое? Все мешает тебе ходить. И делали электрофорез. Но там делали его все. Вроде и сказали, что пускай делают и вам. То есть, ну лежали. По сути мы, знаете, лежали как будто... Для чего-то... Как будто мы где-то мешали и нас туда положили. Казалось вот так вот. Потому что в принципе у нас никаких заболеваний не было. Мы... Не знаю, короче, зачем мы там пролежали. Наступает понедельник. Я говорю, она нас посмотрела и пошла дальше. И уходит. Я говорю, подождите. Я говорю, а вы же нас сказали, что выпишите. Ой, я подумала, вы полежите еще пару дней. Зачем вам? Конечно, было это очень сильно обидно. Что я так ждала. А у нас выписывается отказ. Я просто пошла и по собственному написала. Отказ в том, что мы выписываемся. Хватит уже. Ну сколько уже можно лежать? Я постоянно там голодала. Поесть толком не могла. Конечно, из-за этого тоже молоко не приходило. Я кикал мне сам плечет. Я кикал еще сам. Малышечка моя. Зайка ты моя. Наконец ты к маме хоть подошел. Ты бегаешь тут, бегаешь. Дима. 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 Вон туда, Дима. Прими головку. Вон она камера. Камеру я поставила в кроватку, чтобы он ее не снес. Да. 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 И мы в этот же день уже выписывались. Я позвонила мужу. Он приехал. Долго ждали такси. Потому что в такси не хотят брать маленьким ребенком. Потому что нужно специальное кресло. С этим были большие проблемы. Мы вышли на улицу. Там ветерок был. И мы все ждали. И я просто увидела. У меня все еще болит. Слабость. А да. Была у меня сильная слабость. Потому что я практически ничего не ела там. На завтрак я не успевала. На обед я тоже не успевала. Постоянно. Если ты сходишь там. На ужин. Я успевала только на ужин. У меня на ужин ребенок спал. Я быстренько брала смесь и бежала покушать. Хоть что-то перекусить. Чтобы были силы. И меня постоянно эта женщина уловила, вылавливала. Наташа. У тебя там ребенок орет голодный. А ты идешь кушать. Мой ребенок спит. Я должна же поесть. Я вообще голодная хожу. Мы не успеваем поесть даже. Девчонки там в моей комнате тоже толком поесть не успевают. При этом они еще кормят молоком. Которого тоже там становится меньше. Из-за того что питания вообще никакого нет. И хоть чуть-чуть я там что-то перекусывала какое-то время. Потом подумала ладно. В принципе я могу голодать несколько дней. Где-то до четырех дней я могу спокойно голодать. Мне это как бы есть силы. Но когда еще воспитываешь ребенка конечно это все поменьше. И мне муж приносил ряженку. Я ее ставила на окне. Поскольку я спала около окна. Там прохладненько. С утра я ее выпивала. А еще воду мне приносил. Там очень было жарко. И потом вот так я питалась одной ряженкой. Где-то дней десять. Ну где-то вот так. Первое время я там как-то еще ела. А потом просто нам не давали уже. Просто было под запретом. Да медана есть. Пожалуйста есть столовая. Но нет нельзя. Не ходите туда. Вам запрещено. Как бы вот так. Очень было тяжело. Еще же добавок тягаешь ребенка. Носишь его. Камеру немножечко подвинула. Потому что у нас села батарейка. Ее ставила в розетку. И мою бутылку. Ну носи. Мама пить хочет. Вот. И естественно питания не было. Как бы еще добавок нагрузки. То что недосып. Носишь таскаешь ребенка. Как бы. Если дома я до этого голодала. То было. Как бы не было таких. Нагрузок. То есть. Сидишь как бы для диеты. Там голодаешь. Все хорошо. Вот. Также я хочу сказать. Там же я в этой. В больнице начала. Не книжечку. А тетрадочку писать. Пальчишки. А вот она уже. Тетрадочку вот. Такую вот. Там я начала записывать. С самых первых дней. Но я начала сначала. В другой тетрадочке. Потом я переписала. Дом уже. Вот. Первые. Моменты. Развития ребенка. Ребенок был довольно музыкальный. Если допустим. Например. Где то играет музыка. Он услышал. Он сразу начинает вертеть руками. Как то так подпрыгивать. Еще даже во время. Беременности. Включая музыку. Я это заметила. Там я начала уже все это записывать. Потом нас выписали. Мы приехали домой. И перед уездом. Где то это было время. Часа три дня было это. Я его покормила. Надежда что он вдруг захочет кушать через три часа. Мне казалось что три часа это будет очень долго. Вот. И. И. Ты уже сам вынимаешь их? Молодец какой. Вот. И пока мы доехали до дома. Три часа прошло. Но пока мы ждали такси. Пока мы доехали. И он уже снова хочет кушать. Я скорее стяжилась молоко. Мужа отправил за смесью. Поскольку. А. Находилась в больнице. Я даже не знала название смеси. Какую вообще смесь мы кушаем. Только вот я узнала. Когда вот при выписке. Что мы кушаем смесь малютку. Я подумала. Раз он ее в принципе хорошо кушает. И у него на нее нет аллергии. Тогда. Как бы пускай она продолжается. Вот. И. Муж побежал. Какой то там магазин за ней. Ребенок у меня уже голодный. Он уже орет. Он уже плачет. Я скорее стяжилась. Это молоко. Скорее его кормить. Ему мало. Быстрее прибегает муж. Я делаю эту смесь. Быстрее остужать. Он все равно. Причем он орет. Он очень громко. Плакал? Да. Да. Ты очень громко плакал. Да. Ты будешь взрослый. Будешь это все пересматривать. Скажешь. Какая мама молодая. Вот. И. Еще забыла сказать момент. Когда я приехала в больницу. за ребенком. Там. Кормление только через каждые три часа. Не помню. По-моему я это не договорила. Через каждые три часа. И. Ребенок уже. Когда прошло два часа. Он уже хотел есть. Он начинал плакать. Я подошла от медсестры. Говорю. У меня ребенок уже хочет кушать. Где можно взять смесь. Мне сказали. Пусть терпит. Типа это его проблема. То что он хочет кушать. Значит надо было кушать больше. Вот. Мне было это очень обидно. Из-за этого я тоже очень понервничала. Я очень плакала из-за этого. То что моему ребенку приходится голодать. Ждать сменусь четко три часа. Там. Допустим. Дома бы он мог поесть пораньше. Если захотел кушать. То есть я дома не выжидала три часа. Если он захотел кушать. Я его кормила. Вот. Ну. Зачем ждать. Конечно он немножечко похудел там. Вот. Кушал он. Съедал он смеси довольно мало. Мне говорили пичкать. Пичкать прямо смеси. Что-то он съедал миллилитров тридцать что-ли. Да. Он съедал тридцать миллилитров. А мне говорили он должен съедать шестьдесят. А он не может ребенок съесть. Больше. Не может он. Нет. Мне вот пичкать и пичкать. Из-за этого тоже были большие у меня проблемы. Я тоже. Из-за этого у меня был стресс. Я тоже плакала из-за этого. Вот. И конечно мы приехали домой. Дом он постепенно начал. Сначала по тридцать миллилитров он ел. Довольно долго он ел по тридцать миллилитров. Наверное месяц два. Потом постепенно все больше. Больше. Потом мы попали где-то. Было 2 месяца. Почти ближе к 2 месяца наконец мы попали к педиатру. Потому что до этого он нас не получал. Первый месяц мы не выходили. После первого месяца мы наконец пытались попасть в детской поликлинике. Но там все время все забито. Все дети болеют. И короче мы плюнули и решили не идти. Вот. Потом пошли мы закрепились в клинике здоровые дети. Ну клиника при клинике. Ну как называется сейчас до сих пор еще пока там у нас. До 13 сентября договор с ними. Там конечно плакал. Но там хотя бы без очереди. Ты приходишь к определенному времени. Там мало детей. Ребенок ничего нигде там не зацепит. Потому что туда приходишь. Ребенок зацепляет. Ребенок опять болеет. И не знаю это все бесконечно. Год как у нас прошел. Год за этот год. Дима болел всего два раза. Он болел в оба раза температуры. Вирус у нас. Значит первый вирус мы зацепили где-то в 4 месяца. Видимо в каком-то магазине. Это как раз было начало зимы. Хотя конечно я с ним в магазин не ходила. Возле магазина мы гуляли. В торговом центре. Там вот у нас есть рядом с домом гудок. Там людей довольно мало. Нет таких столовотворений. Причем он тогда еще как раз только открылся. Ну не знаю каким-то образом. Короче он там зацепил этот вирус. У него как-то покушали. Его сразу вырвало. Потом смотрю у него температура. У него температура под 40. Он весь красный. Потом правда пока мы ждали эту скорую. Пока она там приедет. Он его вырвало снова. Температура уменьшилась. Снова уменьшилась. Снова уменьшилась. И короче пока они там приехали у него уже норма была. В принципе конечно я знала. Нужно было не вызывать наверное скорую. Потом мы полежали в больнице. Сколько же мы там лежали. Нам сказали 5 дней полежать. Но когда наступил пятый день нам сказали что мы должны еще 5 дней полежать. Потому что температура может подняться снова. Лекарства у нас тогда еще никаких не было. Потому что я не знала какие покупать для ребенка. Потом спрошу. И все. Чтобы тоже не ошибиться. По отзывам читать может быть разное. Но в итоге 5 дней прошло. Я просто пришла. Даже написала заявление. То что мы выписываемся. И все. Мне надоело там тоже лежать. Ждать. Там приходили ему делали уколы. С утра. С утра по моему что ли. Я уже не помню. Но там кстати. Эта детская находилась. Она короче туда в город подальше. А где-то за апельсином. Не знаю короче где она находится. Не помню уже адрес. Мы выписались. Почти же. Так нет мы выписались днем. Поскольку мы выписывались сами. Нам сказали надо идти через черный ход. Может быть даже кстати это и лучше. Потому что там приехали дети с менингитом. Их положили просто в коридоре. Я сначала думала что просто нету места в этом городе. Когда я пошла через черный ход. Там столько оказывается много мест. Я не знаю почему детей с родителями туда не кладут. Мне было не понятно. И насчет в принципе этой болисти. Мне там понравилось. Там нормальные отношения. Там не надо куда-то очень далеко. Куда-то очень далеко бегать. Потому что в той и первой больнице был туалет очень далеко. А после Кесарева по большому сходить было очень сложно. То есть вроде бы тебе хочется. Ты бежишь. Причем бежишь по коридорам. Там какие-то на эти катакомбы. Налево, направо, налево, направо. Бежишь, 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 бежишь. Прибегаешь. Садишься. И все. Ничего уже не хочется. Вот пока ты там добежишь уже все. И не могли в туалет. Девчонки и я тоже. В туалет очень долго не могли сходить. Очень было сложно со всем этим. Вот то там в этой вот второй больнице, в которой мы лежали. По счету вторая. Она тоже называется детская. Не помню как она короче называется. Там было сразу все в комнате. То есть комната была из 5 девочек. Довольно большая. То есть там можно было походить с детям. Дети могли поиграть, попрыгать. И также там была сразу отдельная комнатка, туалет там. Это ванная. Прям ванная такая стояла хорошая. Там можно было и ванной принять и раковину. То есть ребенку можно было хорошо там подмыть. Ребенок постарше его можно помыть. Самим принять было. То есть все там. И еду прям приносили. Подходишь с тарелкой. Даже не выходишь туда в коридор. Просто подходишь. Тебе еду накладывают и садишься. У тебя рядом тумбочка есть. Ты меня убьешь сейчас. Этой палкой своей. Вот. И сразу есть тумбочка. Ты сразу там покушал. Тарелочку помыл. И сразу там есть нормальные детские кроватки. То есть у той больницы там просто небольшие такие вот боксики. Причем ребенок у меня уже туда не вмещался. Он спал со согнутыми ножками. Ножки не выпрямлял практически. Ну в принципе родился у меня довольно большим. Вот. И уже он родился кстати гибким очень. Нельзя. Родился гибким. То есть он мог уже спокойно спать на животе у меня спал. Вот. Он довольно был гибким. То есть он мог спать спокойно на животе. И ноги у него вытянутые. То есть у других детей там я. Когда попали в эту больницу. Я видела то что дети не могут спать на животе. Они подгибают под себя ноги. И родители выпрямляют. Но не могут выпрямить почему-то. Ну. Не знаю почему так. То у меня был ребенок очень гибкий. Он и так и так спал. Ну просто он съезжал. Постоянно вот с этой вот кроваткой. И ну не помещался. Вот. Вот. Да что ты. Да. На чем мы с тобой остановились. На чем. Иди к маме. Иди. 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 Ой ты и меня цызышка. Ой. 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 Ты мне волосы утираешь все. Все мамину красоту вытеришь. Вот. Там мы тоже пролежали сколько-то дней. Я выписалась сама. Уехали домой. Потом значит после этого мы поехали к педиатру. Она сказала что да действительно у вас вирус. То что она об этом знала. Блин. Блин. Клиника платная. Она могла нам позвонить сказать. Мол. Наташа у вас вот вирус. Принимайте такие-то лекарства. Но она почему-то молчала. Не знаю. Видимо. Не знаю короче почему. Вот нам прописали какое-то лекарство. Сейчас я уже не помню. В принципе я наверное вам сделаю отдельное видео. Если вам интересно. Наверное да. Я сделаю отдельное видео какие у нас есть дома лекарства для ребенка до года. Потому что я не знаю какие-то там со временем еще появятся. Вот. И потом значит второй раз он болел тоже подцепил вирус. Нам папа привез вирус с электрички. На электричке ездил к родителям. Диме было где-то около 10-11 месяцев. Где-то вот так вот. Это была весна как раз. Начало весны. Вот. Ну как-то муж приехал кашлял кашлял. В комнату к нам с Димой не заходил. Потом я почувствовала что у меня вроде тоже что-то такое. Как-то самочувствие не очень. Ну постараюсь к ребенку особо не подходить. Только я там подходила на руки брала его. Ну как-то я себя чувствовала просто не очень. У меня была просто температура. но я ее особо не чувствовала. Дима не лази там. Дима иди сюда. Смотри. Смотри. Что тут? Вот. Ну как раз мы еще в этот момент. Да. Это был конец марта. Начало мая. Мы как раз еще переезжали. С однокомнатной квартиры. Вот. В эту квартиру. В трехкомнатную. И как раз я муж уехал. Я быстренько складывала все вещи. Он тут приехал. Уже была пятница. В пятницу я ребенка отлезла к маме. И в субботу ближе к вечеру должна была приехать. Но у меня мама звонит с 6 утра. И говорит. У Зины температура под 40. Приезжает. Ну конечно я все там бросила сразу. Взяла там сумки. Которые я уже заранее там подготовила. И пули прилетел там. Ну неизвестно как и что будет дальше. Все таки у ребенка под 40 температура. Это. Это. Как бы. Это страшно. Только не узнает что будет дальше. Выдержит. Не выдержит. Он. Вот. И как то. А. Скорую вызывать не стали. Устались сами сначала. Вот. Она вроде знаете. Был такой вирус. Он. Сначала она. Как бы. Высокая температура. Потом низкая. Снижается. Меришь. Низилась. Ну думаешь все. Все супер. Снизилась. Опять меришь. Поднялась. Снизилась. Туда сюда. Туда сюда. Вот. Поскольку я болела тоже. Я была в другой комнате. Мама не запретила подходить к ребенку. Вот. Муж естественно там тоже очень сильно заболел. Ужасно сильно он там заболел. Вот. У него там тоже температура сильная. Еще у него там кашель. У него там настолько был кашель сильный. Что аж в груди просто жгло. Когда он кашел. Тебе не менее они переехали. Все перевезли его. Родители приехали помогать нам. Вот. Все перевезли в эту квартиру. Так. И в этот же день мы вызвали скорую. Уже к вечеру. Потому что мама говорит. Вдруг у него ночью может подняться очень сильная температура. И ночью будет как бы уехать. Или дожидаться. Скорой будет. Придется ждать очень долго. Ну и решили то что будем ехать в больницу. Я все вещи собрала. Все что необходимо. Отправились ехать в больницу. Приехали девушки. Как бы одна молодая. Другая где-то около 30 лет. Сказали что больницу брать нас не будут. Потому что это просто такой вирус. Надо переждать. Надо ребенка кстати. Да. Она сказала. Ребенка надо поить. Ребенок должен при температуре 40 градусов находиться голенький. Потому что в памперсах ему еще жарче. От этого температура будет уходить сложнее. Потому что ну просто ребенку еще жарко. Не ходи туда. Дима. Сейчас ты упадешь. Ай-яй-яй-яй. Тебе говорят туда не ходи. Да. Ай-яй-яй. Да. Ай-яй-яй. Вот. И сказали как можно больше. Как можно больше ребенка поить. Даже если через каждые 5 минут вы ему будете давать по ложечке. Возички. В принципе ему будет достаточно. Потому что он вообще практически не пил. Он воду пьет довольно плохо. Вот. Всякие вот компотики. Чаи. Вот он любит. Да. Водичку он пьет довольно плохо. Ну не знаю. Наверное все. А. Пьет он кстати теплую водичку. Вот теплую. Он пьет хорошо. Вот. Ну и соки естественно тоже. Сказали водичку. Там можно теплую. Хотя бы по ложечке. Вот. И где-то как-то когда мы начали поить. Пришла его еще прабабушка. То есть моя бабуля. Я за ним ухаживала. Поскольку я лежала в другой больнице. В комнате болела. Ребенку не подходила. Я за ним только наблюдала. Из другой комнаты смотрела. Потому что мне тоже хотелось подойти к ребенку. Мне хотелось его обнять. Поцеловать. Я очень сильно сидя в другой комнате. Я очень сильно скучала по нему. Потому что уже привыкла постоянно находиться с ним. А тут я в другой комнате. И не вижу его. Начиналась небольшая депрессия. Из-за этого. То что я не могу подойти. Потому что я тоже болею. Вот. И бабуля Валя. То есть моя бабушка. Его прабабушка. Его просто выхаживала. Она его выходила. Была постоянно с ним. Там моя мама тоже была рядом с ним. Вот. Потом бабуля с ним легла спать вместе. Вместе они спать легли. Вот. И где-то на следующий день ему уже стало становиться легче. Дима камеру не трогает. Да. Не надо ее трогать. Она сейчас упадет. Да. 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 Вот. И на следующий день ему стало становиться легче. Температура начала уже постепенно уходить. Уходить. И вот так вот мы пережили нашу вторую болезнь за этот год. Слава Богу то что ребенок болел всего два раза за этот год. Вот. Потому что я знаю что дети очень часто болеют. Т.е. У нас было такое то что у нас был кашель. Да. Вот как раз вот второй раз когда мы болели у нас был кашель. Мы пили там лекарство. Я потом это отдельный обзор сделала как он мы пили. Чтобы там это из бронков все это выводить. Единственное да то что он кашлял у меня. У нас было такое что болело горло. Вот то что чтобы были сопли у нас такого ну там что-то чуть-чуть было. Педиатр говорил что якобы у него там сопли. Ну что-то короче не было такого как обычно он текет. Ну что-то мы там какие-то капельки немножко капали. Ну прям чтоб соплили не было такого. И как бы вот. А было у нас гнаились глазки. Я мазала. Ну не мазала это. Промывали мы ромашкой. Настоем ромашки. В аптеке продается. Вот промывать значит надо каждый. То есть берете ватный диск. Прям хорошо туда вот заливаете. Потом другой ватный диск и другой глаз обязательно. Вот потому что начала промывать мама. Как раз во время болезни у него что-то начал наиться. Глазь. Или нет. Попозже немножко. Попозже да. Начала наиться гладь. Мама не знала и протирала. Просто протирала. А нужно прям туда стараться залить эту ромашечку. Вот. Также ему очень понравилось пить чай ромашковый. В принципе я люблю. И он любит. Вот. Как бы вот так. Так. Перейдем к самому главному. Развитие малыша. То есть развивается. Развивался он очень-очень быстро. Я всегда думала то что ребенка надо всему учить. Учить сидеть. Учить там стоять. Учить ходить там. Вставать самому там учить. То есть мне всегда казалось это так. А на самом деле он там. Когда подошло там 6 месяцев. Я как-то его так несколько раз посадила. Там это. В одеялку. В одеялку его посадила. Что-то ему так особо не понравилось. Я думала ну ладно. Может быть еще рано. 6 месяцев. Может быть чуть-чуть попозже. В принципе зачем торопиться. Ладно. И буквально. Через 7 месяцев. Я смотрю. Он в кроватке своей. Сел сам. То есть он сидел сам. Уже. Как-то он сам. То сидит. То полулеж. Не знаю. Не могу это объяснить. Потом в какой-то момент. Он стал стоять. То есть он сам встал. Стоял. Потом руки отпускал. Падал. Немножко ударялся головой. Понял что он ударяется головой. Что так нельзя. Ему показалось что нужно сначала садиться. Потом ложиться. Через какое-то время он уже сам стал так делать. Вот. Он стал стоять. Он стал стоять подолгу. Вот. Я его отпускала на кровать. Поскольку у нас была на тот момент однокомнатная квартира. И места ползать было негде. Скажем так. Еще был плюс первый этаж. Полы были очень ледяные. Очень холодные. А ковры. Сколько их не пылесосишь. Они все равно пыльные оставались. То есть это все очень сложно на самом деле было. И без ковров как бы холодно. С коврами вроде бы тепло. Но все равно они холодные. Как ни старайся. Вот. Поэтому я ползал на кровати. Тоже ползал. Как-то сам так научился ползать. И потом мы уже сюда переехали в какой-то момент. Ползал. Ползал. Подошел в кровать. Встал. И сам пошел. Это ему уже было там где-то 10 месяцев там с чем-то. А нет. Второй раз болел он где-то около 9 месяцев. Да. Мы еще у мамы были. А сюда переехали. Он начал здесь уже по полу ползать. 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 И потом он просто 10 месяцев встал и пошел сам. Сначала там что-то упал несколько раз. Потом все-таки встал. Как-то он прошел туда-сюда и начал ходить. Ну. Периодически ходить. Но все-таки я подумала что это довольно рано. Ходить. В 10 месяцев. Я подумала да. Подумала наверное с года будет лучше. Периодически мы ходили. Но в основном ползали. Сейчас он если уже начнет ходить. То это уже все. Он ходит. 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 Вот. Если он допустим забудет что он еще умеет ходить. Он начинает ползать. Он ползает. Ползает. Туда-сюда ползает. Вот. Так же да. Уже я вам говорила то что он очень музыкальный мальчик. Вот. Так же чего он научился за этот год. Он умеет сам снимать штаны. Вот. То есть он в кроватке там мы раздеваемся. Он сам снимает штаны. И мне их отдает. Может снять даже кофточку сам. Вот. Ложка. Он знает что такое ложка. Для чего она нужна. Но сами мы еще не едим. Я подумала что наверное это еще рано. Может быть чуть-чуть попозже. Может с полтора годика наверное где-то. Ну не знаю. Обидно будет. Когда немножко у него координация улучшится. Я его буду уже учить кушать самому. Ну не знаю. Мне кажется еще рано. Вот. Так же он произносит слова отдельные. Первое слово он произнес было где-то в 3-4 месяца во время массажа. Врач ему делал массаж. И вдруг неожиданно он начал ногу ему так массировать. Только-только вот начал. И вдруг Дима произносит. Больно. Прямо так четко все больно. Врач такой. Да ладно? Говорит не больно. Говорит что-то вроде. Вот. И потом постепенно какие-то стали появляться слова. Там ему рассказы про бабу ёжку. Он так неожиданно. Так баба яга. Так это. Я думаю ну надо же. Был даже у нас диалог. Был с ним один. Сколько же ему было там. Где-то около полугода наверное. Ему был не помню уже. Он что-то лежит стонет. Я говорю Дима у тебя что-то болит? Он да. Я говорю что? Он мне в ответ нога. И так четко прям нога. То есть вот с ребенком разговариваешь. Он на самом деле запоминает все эти слова. И потом просто их произносит. Начал произносить какие-то вот такие вот слова. По отдельности. В основном он всегда говорил да, да. А также да еще. Где-то месяцев шесть. Я смотрела ролик как уже там дети разговаривают. Ну подумала почему мой ребенок практически не разговаривает. И да я думаю я с ним с утра я с ним значит позанималась. Говорю ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Ну что-то так это послушал меня. В ответ тишина. Я думаю ну ладно наверное еще раз. И вечером значит я что-то там по моему в коридоре мыла полы. Он там в комнате лежал. Я в коридоре. И слышал из комнаты ба-ба-ба. Ба-ба-ба. То есть у него очень хорошая память. Он очень быстро развивается. Очень он быстро запоминает. Вот потом с ним значит занимался папа. Дядя-дядя. Он уже буквально через несколько минут за ним повторяет. Дядя-дядя. Ма-ма-ма так же ба-ба-ба. И папа так же он повторяет. Да. Деда тоже говорит иногда. Вот. Ну в основном мама. Вот когда кушать мы хотим. Когда что-то нам надо. Он сразу говорит мама. Ма-ма-ма. Или просто отдельно мама. Это очень на самом деле это очень приятно. Когда твой любимый ребенок. Которого ты ждала так долго. Которого. Несмотря на то что со второго раза. Мне так получилось сберемить и родить. Все же родить этого ребенка. И то ребенок когда начинает разговаривать. Тебя звать как-то. Не знаю. Это очень приятно. Вот. Именно вот ребенка. Которого ты любишь. Который тебе нужен. Потому что я знаю. Есть такие матери. Которому ребенок вообще нафиг не нужен. Вот. Который. Ну. Которым просто наклевали своего ребенка. Есть такие действительно. Вот. Не знаю. Лично вот для меня. Тут большое большое счастье в жизни. Этот ребенок. Иногда знаете. Вот я задумываюсь. А чем я занималась раньше. Когда у ребенка не было. Чем я была занята вообще. Я не могу даже вспомнить. Чем я была занята. Потому что сейчас все время ребенок. 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 По вечерам у меня бывает живопись. Вот. И ютуб канал. То есть. Вот мои три основные. Три основных дела. Которые. Последние больше полу года я занимаюсь. Так. Да. И. Ребенок меня постоянно отвлекает. И. Забываю я. Очень быстро развивается. Он очень быстро запоминает. Какие-то там слова. Особенно. Знаете. Нужно с ребенком обязательно заниматься. То что даже. Знаете. Заниматься. Вот несешь с утра еду. И. Говоришь. Дима будет кушать. Вот. Знаете. Вот так же. В кроватке у меня стоит. Я подносик несу с едой. Ну. Я как-нибудь тоже это видео запишу. Как мы кушаем. То есть. Это будет все попозже. Дима не трогай там. Вот. И. Всегда говорю. Дима будет кушать. Что Дима будет кушать. Начинаю каждое блюдо ему перечислять. То есть. Там кашку. Потом там ягодки. Вот мы сейчас едим. Сейчас лето у нас. Начало августа. Уже ближе к середине августа где-то. Вот. То есть. Там. Ягодки. Такие-то. Такие-то. Мы садимся. Дима кушает. Дима пьет. То есть. Он все это запоминает. И. Потом он начнет постепенно. Все это говорить. То есть. С ребенком обязательно надо говорить. Потому что. Как бы. До этого я жила. Я особо. Не разговаривала. Я привыкла молчать. Вот. Как бы. Вот так вот. Дя. 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 Посиди немножко. Баба. Где баба? Вот. Ну. Также активно ребенок начинает развиваться. Я замечаю. После года. Вот. После года. Да. После года уже начинается вообще. Очень. Начинает уже. У него есть игрушка. Господи. Где она? Уже далеко. Игрушкой есть. Торчит кнопочка. И он эту кнопочку. То есть. Он маленький был. Мы все время показывали. Ну. Как-то. Ее не нажимал. То есть. Ну. Уже после года. Он ее нажимает на эту кнопочку. Нажимает на какие-то другие. Покупайте игрушки. Обязательно там где. Выпуклые кнопочки. То есть. У нас вот есть планшет детский. Там кнопочки не выпуклые. То есть. Вот. Не знаю. Может быть как-то не так. А там вот выпуклые. Обязательно такие покупайте. Потому что потом они начинают нажимать. Также он там уже начинает. Он уже начинает понимать. То есть. Допустим. Вот вчера мы. Не вчера. А позавчера ехали на дачу. Я говорю. Дима. Да. Говорю. Дима едет на дачу. Он сразу понимает. Раздача. Значит там бабушка. Ба-ба-ба. Тут же он ба-ба-ба. И хлопает в ладошку. Типа ура. То есть. Он понимает. Раздача. Значит бабушка. Он уже это понимает. Он уже это. Это уже осознанно. Вот. То есть. Вот такие вот. Какие-то вот мелкие моменты. Также конечно было развитие у него до года. Все это у меня записано в тетрадочке. Но это мелкие развития. Такие. Как бы. Которые замечает только мама. То есть. Если я вам начну это все рассказывать. Вы это. Вы как бы это не особо заметите. Это немножечко другое. Вот. В принципе наверное. Наверное. А. Нет. Еще не все. Кушать. Да. Кушать. Мне нравится. Он как-то ел. Я думала. Что детей нужно кормить. Уже более жесткой пищей. Которой есть зимы. После года. Почему-то мне казалось так. Ну. Педиатр говорил. Что мол. Пора. Пора. Кормите. Вот. Но. Как-то я. А. Как-то я дала. Что-то там такое. Пожевать. Ну. Он отказался жевать. У него не получилось. Ну ладно. Потом значит. Где-то ему уже. Одиннадцать месяцев было. Чуть-чуть там поменьше. Вот. Мы отдыхали на даче. И бабушка ему. Точнее его прабабушка. Дала ему пососать черный хлеб. Он. Черный хлеб очень любит. Вот. Он его взял. Откусил. И переживал. Тут конечно я поняла то. Что уже ребенок готов жевать. Он уже хочет жевать. И мы уже. Приехали с ним. Когда с дачи домой. Отдохнувшись там. Там. Да. Почти две недели. А нет. Не две. Недельно там отдохнули. Здрасте. Тихо. Господи. Приехали домой. Я ему свалила рисовую кашу. Такую прям. Развальную. Мягкую. Вы не представляете. Когда он ее ел. Как он был в восторге. Ему так она понравилась. Жевать. Наконец-то. То есть. Те детские каши. Которые я покупала. Их там жевать не надо. И он просто проглатывает. И все. А тут он уже просто начал жевать. Он был просто восторг. И потом все это. Со временем все лучше и лучше. Он все жует и жует. Вот. Потом начал жевать мяско. Вот. Сейчас вот. Ближе к году. У нас выросло всего 6 зубов. То есть. Должно быть уже 8. У нас 6 зубов. Ну. У всех по-разному. В принципе. У кого-то там. Больше вырастает. У кого-то. Я видела. Что-то не одни. Там. Возле клыков. Какие-то зубы вырастают. То есть. Как-то у всех по-разному. У нас 4 верхних. И 2 нижних. Ну. Ждем. Должны уже вырастут. Ну. В любом случае. Я думаю они вырастут. Вот. Остальные зубы. Ну. Передними зубами. Я даже даю ему куриную грудку. Там вот есть какие-то кусочки куриной грудки. Сбоку мягенькие. Такие они нежненькие. Он передними зубами все это пережевывает. А также мы кушали сливы. Мы кушали малина. Клубника. Земляника. Он все это пережевывает. Жимолость. Тоже он ее ест. А. Этот. Крыжовник. Но он поскольку жесткий. Я его пополам делила. И выдавливала. Ему тоже очень понравился. Он жестковатый. Слышка. Эть. 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 Опять к маме пришел. Опять пришел мой маленький коземник. Да. Да. Соскучился по маме. Скажи. Сидит и сидит она тут. Вот. Как бы мы пробовали кашу уже. Рисовую. Разваленную. Разваристую. Что и так будет лучше. Также мы пробовали геркулесовую. Он кушает. И кукурузную. А. Еще гречневую мы пробовали. Ему тоже понравился. Он ее также жует. Вот. Если что-то он допустим не пережевывает. Я это перемалываю в маленьком таком блендере. Вот. Допустим там плов или какое-то там мясо. А. Огурец. Вот. Я огурец перемалывала в блендере. Яблочко тоже перемалываю. Потому что он его. Есть яблоки жесткие. Он с трудом их прожевывает. Вот. Помидоры ему давал. Он ее жует. Что еще мы ели там. Картошечки. Картошечку перемалывала. Это жестковатенькое пюрешки. Вот. Насчет денег. Да. Я еще хотела сказать насчет денег. То есть там выделяются детский день. Когда я родила. Мне выделили. Как за рождение. За то что я родила. Что это ребенок. Не знаю. Я так думаю. Шестнадцать тысяч. И каждый месяц нам выделяли по три тысячи рублей. Ну и так выделяют. До полтора года вроде бы будут выделять. Денег хватало. Сразу скажу. Денег хватало. Плюс эти шестнадцать тысяч. То есть первые дни когда Дима родился. Деньги в основном уходили только на одну смесь. То есть уже заранее мы купили кроватку. Матрасик туда. То есть все это купили. И уходили. Деньги только на смесь. Да. Только на смесь сначала уходили. Потому что памперсы мы купили по огромной скидке. Во время беременности еще. Это задолго. Там еще что-то. Месяц на шестом что-ли. Была там скидка большая. На памперсы Кагис. И мы их купили. У нас получилось там три блока памперсов. В каждом по четыре штучки. В нем там двадцать тридцать семь или двадцать семь что-ли штука. Я сейчас не помню. И этих памперсов нам хватило месяцев наверное до четырех. Папа мой приезжал. Да. Еще папа приезжал. Он еще большой блок памперсов принес. Нам очень надолго не сказать что ребенок целый день лежал в какашках. Нет. После каждой какашечки мы меняли памперс. Но при этом нам хватало. Нам хватало очень надолго памперсов. Как бы не было такого что раз и нету памперсов. Ребенок до сих пор ходит в памперсах. То есть я не одеваю ему какие-то. Как раньше не было памперсов. И там одеваю какие-то тряпочки что-ли там. Из марвеля что-то сшито. Я планировала так сделать. Но в принципе памперсы гораздо дешевле обходится. Чем ты будешь все это стирать. И времени нет сушить там. И все это прочее. Не знаю. Неудобно. Вот Хаггельс памперс. Мне очень понравился. Тот памперс, который привез папа Мэрис. Что-то там китайский ребенок нарисован. Мне не очень понравилось. Потом после этого мы стали покупать в Ленте памперсы. 365 дней. В принципе они мне понравились. Потом вот Ашановские. То те, то те, то те. Если я в Ашане, то и Ашановские покупала. В принципе они мне нравятся. Как бы ребенок долго в них не ходит. Там чуть-то наполняется памперс. Мы меняем, надеваем новые. Вот. Покупала недавно свекровь какие-то памперсы. Очень дорогие. Мне не понравились. Там очень много ваты. И он пописнет. Они разбухают. Еще была добавок жара очень сильная. Дима. Сейчас разобьешь. Была очень сильная жара. И у него просто там от этих памперсов на попке была потничка. Вот. То есть вот от этих вот дорогих вот памперсов. Те памперсы, которые покупала я. Вот там Ашановские или Лентовские. Такого у нас не было. Была жара. Вот. Ну периодически он ходил в памперсах. Периодически в трусиках. Там иногда я его на горшок сажала. Вот. Ну на горшок я наверное буду приучать его сажать. Позже. Наверное где-то с полтора-двух лет. Давай. По голове себе. На. Вот. То есть денег хватало. Где-то с полугода, когда начались уже новые покупки стали появляться. Поскольку Зима уже начал кушать. Всякие кашки стали появляться. Пюрешечки. Конечно Зима уже стал кушать сидя. То есть до этого он уже кушал. То есть сейчас стал кушать сидя. И стали подумывать о стульчике для кормления. Вот. Естественно сразу пошло куча денег. Потому что нужно купить стульчикое кормление. Начались расходы на пюрешки. На кашки. На соки. То есть вот такие. Там сразу большой расход. Где-то вот до 6 до 10 месяцев. Вот это был у нас расход. Сейчас Дима стал кушать нашу еду. То есть то что мы с мужем едим, то едит у нас. Ест и Дима. Только я там готовлю допустим кашу. Я ее не солю. Каждый там досаливает сам мужу. Если надо он ее сам посолит. Потому что ест и Дима тоже. Дима кушает нашу еду. У нас деньги уходят только на памперсы. Вот пюрешечки я перестала покупать. Потому что сейчас есть яблоки. Я все перемалываю. Вон кушают. То есть смысла нет. Там соки. Ну мы пьем компотики. То есть я варю также компот. Естественно деньги уходят. Ну как бы сейчас на памперсы уходят деньги. И на творожок детский. Детский творожок. Йогурт. И какие-то там биолакты. Типа короче кефира. Ряженки. Типа вот такой. То есть на молочку уходят деньги. Вот. Как будто не было такого дефицита. Хотя мне говорили тебе будет сложно. Как бы с ребенком у вас не будет хватать вечно денег. Там ребенок будет голодать. Тебе нужно было устроиться на работу до беременности. Вам не будет хватать. У нас хватает денег. Там детские деньги на счету. Там сейчас не будет. Как бы лежит определенная сумма. Довольно большая. Потому что за это время получилось немножечко поднакопить. Я несколько месяцев не снимала. Потому что Дима сейчас кушает нашу еду. Да. Я хочу еще немножко поднакопить. Потому что уже Диме скоро полтора года будет. И нам перестанут перечислять деньги. Я хочу чтобы денежка там немножечко осталась. Потому что если вдруг наступит какой-то такой черный день. И понадобится срочно снять деньги. Чтобы они там были. Как бы это Димины деньги. Я их на себя не тратила. Это чисто Димины. То есть если я иду в магазин. Я покупаю только Дими. Игрушки там и все. Ну сейчас да еще пошли игрушки. Вот только чисто Дими. Вот. Так памперсы рассказала. Что еще у нас. Еду. Про еду мы с тобой сказали. Игрушки. Какие игрушки он больше всего играет. Он любит разные вещи. Разные вешалки. Крема. Все это узнавать. Познавать. Трясти. Поднимается. Он их так понимает. Игрушки. Такое лицо счастливое. Присчастливое. Да. Смеется. Хохочет. Он постоянно смеется. Очень. Он, знаете. Он такой очень позитивный. Все время улыбается. Все время смеется. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас пойдешь. Вот. Ну нажимает. Такая же вот. Типа вот книжечка у него. Тут вот кнопочка. Вот. Ну батарейка уже села. Папа обещает поменять на днях. Надеюсь он поменяет. С такими кнопочками покупаются дети игрушки, чтобы можно было именно нажать, чтобы было не просто сенсорно, а именно нажать. Мне кажется это у всех детей очень тянет к технике, к телефону, к планшету, к камеру потискать, все это ему надо потрогать, потискать, потом швырнуть. Селфи палка, он пытался селфи сфотографироваться с сыном, у нас там до истерики чуть не дошло. Я кстати эту фотографию в инстаграме выложу. У нас селфи палка оказался тоже палкой, он видит и бегает с палкой. Если ты отберешь эту палку, ты нашел мой клад, он начинает устраивать истерику, у него отобрали палку. В основном он начинает делать палку, вот последнее время, вот ему сейчас уже год и месяц будет на этой неделе, он носится с этой палкой туда-сюда. А также после года начинается самое-самое развитие, он очень-очень быстро развивается, очень быстро запоминает все, сам начинает что-то делать. Если ему там что-то показываешь, вот вчера на даче показали, что надо стол вытирать после еды. Он уже берет эту салфетку и тут же за тобой повторяет, вытирает этот стол. То есть вот ему только покажешь, тут же он начинает делать. Не знаю, может быть это только у меня, не знаю, мне кажется это только лично у меня ребенок с такой гениальной памятью, что он начинает просто делать все за тобой повторять. Также у нас пока не получается пить из кружечки, потому что он как-то вдыхает не так ее. Я все время боюсь, что он сейчас попадет не в то горло, эта водичка, и он просто задохнет, мне страшно. Ну это все придет, это все придет со временем. Сейчас он не совсем, наверное, понимает как это делается. Вот. А, насчет одежды. Вот, еще хотела насчет одежды. Так получилось то, что я во время беременности еще на шестом, наверное, где-то на шестом или на седьмом, или даже нет. А, на восьмом месте беременности я нашла сайт, где продают одежду для малышей. И там он, поскольку этот сайт еще только развивался, там было очень дешево, я там купила очень много одежды до шести месяцев малышу. Вот, то есть нам хватило до шести. Ездила я куда-то, покупала и все, там очень дешевая одежда была. То есть все, как бы все хорошо. А когда шесть месяцев ему исполнилось, приобрелась потом еще одежда. Но одежда, конечно, дорогая очень. Но, тем не менее, нам хватило денег, нам бесплатно никто ничего не давал. Вот, друзья, я заметила даром не особо дать. Всем хочется либо продать, либо что-то такое вот. Потому что моя бабушка почему-то считает, не знаю, куда она это взяла, что якобы нам одежду кто-то приносит бесплатно. Нет, нам никто одежду бесплатно не приносит. Мы абсолютно все покупали Диме. Мы на все тратили деньги обязательно. А, ну вот мы купили одежду. Я в этом магазинчик купила на шесть месяцев. Но поскольку у нас малыш довольно худенький. То есть у нас в семье все, по моей линии все худенькие, по мужу линии тоже все худенькие. То он эту одежду носил до девяти, наверное. До девяти месяцев он эту одежду носил. Потом, которую я в шесть месяцев купила ему на годик одежду. То есть ему сейчас годик. Он до сих пор носит эту одежду. Хотя свекровь приезжал и говорил, что якобы эта одежда ему уже мала. Вот сейчас ему год и месяц, он эту одежду до сих пор носит. Не знаю, наверное он еще до полтора. Годит он ее будет носить. Тем не менее, у него очень-очень хороший аппетит. Он кушает очень много, он кушает очень хорошо. Но при этом, поскольку у нас в семье все были худенькие, он остается довольно худеньким. Бывают толстенькие малыши, что у них тут, тут, там на ножках везде складки. У него складки нету. Немножечко, когда он родился, да, там были складки. Я вам все это, кстати, картинки в самом конце сделаю. Какая была беременная, какой он родился. И потом там по месяцам, может быть, там найду. И постепенно вот это вот сделаю. Все это будет в конце, в самом. Вот. И, в принципе, одежды нам хватает. Одежды у Димы очень много. За счет того, что я покупала еще там давно. Еще там, а еще в первый месяц жизни он носил одежду. Он и сейчас до сих пор еще носит. И, по-моему, шесть месяцев ему последний раз приобрели мою одежду. Уже вот прошло семь месяцев. Дима, Дима, не трогай. Сейчас уронишь там. Дима. Вот. И семь месяцев уже прошло. То есть семь месяцев мы уже ничего не покупаем. Он всю эту одежду все носит, носит, носит. И, как бы, вот так вот. Дай Бог, конечно, чтобы у него всегда так было много одежды. Потому что много одежды, это, на самом деле, это классно. То, что я стираю гораздо реже. То есть, допустим, он ходит у меня в одну одежду, он ходит три дня. На третий день я ее выбрасываю. То есть, как, это, отправляю в стирку. Там специальное у нас место, где она лежит. Одеваю новую. То есть, три дня поход. И это. Короче, у меня в конце месяца набирается такой огромный мешок одежды. Даже, знаете, если она там чистая. Но все равно три дня, я считаю, появляется запах от ребенка. То есть, за три дня у нас там набирается одежда. И потом целая куча, вернее, за месяц у нас набирается целая куча. И потом просто стирается. То есть, мне так проще. И также мы покупали ушастый нянь порошок. По-моему, четыре или четыре с половиной килограмма. У нас еще он не закончился. Уже прошел год с лишним, да? Год и месяц у нас он не закончился еще. Потому что много одежды, я стираю редко. Добавляю его не так много. Вот, нам, не знаю. Я спишу потом отдельный ролик, когда он закончится все-таки у нас. И насколько его хватило. Порошок очень хороший, у ребенка аллергии нет. Вот, ну, по-моему, ушастый нянь порошок. Не помню я уже. Желтенький такой. Он, по-моему, у нас в Самаре единственный. Детский. Вот. Эти вот кондиционеры, они заканчиваются побыстрее. Как-то они маленькие. А этот подольше. Да. Легче. Ну, в принципе, я уже вам все сказала. Если я что-то забыла, я напишу это в описании. Потому что уже ребенок устал. Уже хочет поспать. Дальше у нас режим обязательно. Мы кушаем в десять утра. Он где-то в девятом, где-то ближе в десяти просыпается. Он бывает просыпается раньше. Вот. Но... Да. Мы уже устали. Все-все-все-все-все. И где-то мы кушаем в десятом часу. Потом мы играем вот так же. Где-то играем бывает до двух. В два мы ложимся спать. В пять просыпаемся. Опять играем. Либо гуляем там по-разному. И... Вот. И где-то мы в семь часов начинаем кушать. Мы покушаем, потом принимаем ванну. И в восемь часов вечера я его укладываю спать. В восемь часов, потому что мне нужно переделывать дела. Он как бы засыпает. А я иду либо видео монтирую, либо убираюсь. Готовлю, кушаю. То есть это с самого рождения. В восемь часов вечера ложиться спать. У нас такой режим. Вот. Бывает мы еще гуляем поздно. Там допоздна. До девяти мы можем погулять. Допустим, если мы пойдем с мужем на набережную. То есть его это... Его режим это пока... Пока что еще не сбивал. Он засыпает потом очень хорошо. Моется там, засыпает и все. Все супер. Вот. Ладно. На сегодня это все. С вами был канал Архмаги. С вами была я, Тарья Наталья. Мой сынок Дима. Тарья Наталья. То, что я забыла, я напишу вам в комментариях. Там в описании. Вот. В комментариях все это в описании напишу. Также. Я вам напишу. У нас там появился инстаграм. Там выкладываются все новости. Какие-то маленькие короткие видео я там выкладываю. Вот. Все это там есть. Также. Почта. Есть моя почта. Кто не может написать там комментарий или какой-то задать мне вопрос, может писать его в почте мне. Вот. Можете даже написать мне какие-то вопросы. Я создам отдельное видео, отвечу на ваши вопросы. Так же. У меня вконтакте есть группы. Три группы. Там внизу почитайте. Я оставлю на них ссылочки. Так же подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok